Официальная газета ГУМВД, ну и аббревиатура по Москве «Петровка-38» опубликовала интервью с профессором Борисом Хигером. Я надеюсь, что я не ошибся в ударении, уважаемого профессора. Профессор, запомните это имя и фамилию, Борис Хигер, он утверждает, что преступные наклонности у человека можно узнать по имени, отчеству, дате рождения, тембру голоса, почерку, группе крови и попиллярным линиям ладоней. Аплодисменты профессору, прошу прощения, они несколько жидкие, у меня еще и ухо вдобавок заболело, может это все-таки коронавирус. Так, не буду шутить про бегство в Госдуму и чихание на депутатов, потому что у нас депутаты самые путешествующие люди в России, и как раз им было предложено ограничить свои путешествия по миру, дабы не разносить коронавирус. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный, и поговорить я с вами хочу вовсе не о коронавирусе и не о профессии Хигири. Простите меня, уважаемый профессор, я искренне, извиняюсь, не из неуважения к вам, я неправильно произношу, возможно. Я хочу поговорить о том, что комиссия ООН по Сирии пришла к выводу, что воздушно-космические силы России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением. Об этом сообщает турецкое информационное агентство АНАДАЛУ, ну, официально их, типа рейтерса турецкого. Утверждается в докладе комиссии, что атакам подвергаются больницы и места дислокации мирных жителей. В результате в провинции Идлиб нарушаются гражданские права, в том числе детей. В общем, доклад всеобъемлющий и так далее. Ну, собственно, они как бы с другой стороны подходят к моему обнародованию великого путинского изобретения, путинско-чубайсовско, кто там нанотехнологиями занимается, и прочих изобретений антитеррористические бомбы. Это уникальное изобретение путинской эпохи. Там, где оно падает, оно убивает только террористов. Ну, вернее, как я уже говорил, все убитые оказываются террористами. Вот только в случае с турками не сработало, но буква «Т» пресловутая, опять же, вот эти нанотехнологии, они там по буквам шарят искусственный интеллект, опять же, Катерина Тихонова занимается при МГУ, Институт искусственного интеллекта. И-и-и-и! Это аббревиатура красивая, кстати, мне нравится. Ну, в общем, если смотреть реалистично, друзья, я в этом и не сомневаюсь. Да, я всегда буду на стороне России, русского оружия, и победы, и защиты отечества, и так далее, искренне. Но, во-первых, сама по себе эта война позорна, и даром не нужна России, потому что можно много байк разных слушать, там, про газопроводы, которые собирались через Сирию пускать в обход. Так Турция, блин, прекрасно, трансанаталийский обход пустила в обход России из Азербайджана, газ в Европу идет 30 миллионов кубометров, или сколько там. Охренеть! То есть эта байка не срабатывает. Какая остается вторая байка о причинах войны? Так, всадник апокалипсиса, бледный всадник уже запряг, возмуздал своего коня. Это, да, 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 про Копенко военная тайна РНТВ. Где-то оттуда, я уже говорил об этом. Бабка Ванга сказала, что падет, когда Сирия, вот тогда всему белому свету крантец и придет. Что значит падет Сирия в понимании бабки Ванги, я не знаю, но в понимании интерпретаторов с российского телевидения я хочу сказать, что это означает, очевидно, падение режима Башара Асада, ну, кровавого диктатора. Ну, как бы это не из желания оскорбить его, я его так называю, просто таковы реалии, но он кровавый диктатор, ну, блин, ну вот, да. Ну, что тут скажешь? Он, блин, на гражданскую войну пошел, лишь бы не допустить мирного транзита власти. Он мог создать механизм мирного транзита власти, и это была его задача. Но, как и любой тиран в таком положении, он, блин, не справился. И вот теперь там война, которую подогревают самые разные силы. Но, да, были проведены переговоры России с Турцией, и там Турция заверила, что не будет противостоять России и Ирану. Ну, потому что там, безусловно, в наземной фазе задействованы иранские элитные спецподразделения КСИР, Корпуса Стражей Исламской Революции. Их там нет, несчастных наемников наших уже не хватает, да и изначально не хватало. Потому что там идет полномасштабная, блин, война. Это вам, и война в Чечне, это был ужас, и позор, и мрак. А вот эта война происходит на гораздо большей территории. С гораздо большим вовлечением. Вот. И тут она полномасштабнее некуда. И, уверяю вас, ну, не действует магия наших нано-чудо-антитеррористических бомб на Организацию Объединенных Наций. Уже порядком подфоршмачена репутация Российской Федерации на мировой арене. Что там? Я слышу гул про внешнеполитические победы на арене. Что? 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 Нет, мне показалось, дорогие друзья, нет никаких побед. И, на самом деле, Турция не отступит. Турция сейчас сделала некоторое затишье. На самом деле, только для того, чтобы, думаю, уверен, подтянуть еще больше войск. Потом неожиданно, как турки уже демонстрировали, ну, пять или шесть раз. Бог Троицу любит, а тут вдвое больше. Они показывали свое вероломство. Что если наше руководство, российское руководство, еще хоть на что-то надеется в плане порядочности Раджа Потаиповича и Эрдогановича, то это просто наивняк. Наивникидзе просто какой-то. Что ж, перейдем к профессору. Вот я пытаюсь понять этимологию, причинно-следственную связь, откуда ноги растут, вот почему такая наивность берется. Так вот, профессор Борис Хигир, прошу прощения, уважаемый профессор, он даже рассказывал, что в юности, работая электриком в цирке, посоветовал знаменитому дрессировщику Вольтеру Запашному поменять кличку «строптивые тигрицы». После чего ее характер коренным образом изменился, она стала послушной. Ну, собственно, и статистикой. А, и по статистике Хигира, из десяти Сергеев пятеро могут быть преступниками. Сереги, берегитесь. Очень жестокие преступники часто имеют отчество. Николаевич, Игоревич Анатольевич, Павлович Семенович, Олегович Александрович. Саши начинают довольно рано курить. Коли и Толи рано употреблять пиво. Слышите, Толяныч, ну-ка брось бутылку. А Викторы часто вообще хронические алкоголики. Простите меня, Виктора, я цитирую. Но при этом очень трудолюбивые. Вот такие Викторы, молодцы. Так, еще там тонкая губа верхняя. Он никому не верит, расчетлив. И может спрятать от жены часть заработка. Жены, посмотрите, если у мужа верхняя тонкая губа, ночью просыпайтесь, фу, я пошутил, фу. Вот, что там еще. Ну, в общем, много всего. Поэтов Маяковского и Есенина на самом деле убили, уверен профессор, у них не было популярных линий самоубийц. Кстати, я вот с этим, возможно, бы и согласился. Возможно, бы и согласился. Также он отметил, что является единственным в своем роде экспертом в Европе. И так далее. И он сказал, Борис Хиггер, что полицейские боятся его приглашать и показывать министру, потому что я их всех сразу вижу насквозь. Министр мне очень нравится, но генералов, полковников ловят на больших откатах. Это же не моя фантазия. В общем, вот, боятся Хиггера. Однако ответственный секретарь газеты «Петровка-38» Сергей Асташов рассказал, что Хиггера приглашают читать лекции. Но он только... Ну, в общем, публикация интервью с ним не значит, что мы его поддерживаем. Что ж, вернемся к операции в Сирии. Знаете, у Российской Федерации остался в наследство от великого и могучего Советского Союза авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Это прекрасная боевая машина, прекрасная на самом деле, уникальная в своем роде, и находясь в хорошем состоянии, она способна выполнять целый ряд боевых задач. Но его бездарно, бездарнейшим образом отправляли, гоняли по морям и океанам, после чего у него там пожар в машинном отделении, то ли котел лопнул, то ли что-то в этом духе, ремонт на неопределенно долгий срок затянется. Вот, в общем, и вот сейчас, именно сейчас, вот этот корабль мог бы там стоять в составе флотилии и действительно прикрывать группировку в Хмеймиме и в других уже местах. Но угробили. Почему так происходит? Потому что, к сожалению, в руководстве частенько в результате еще старой системы отбора кадров, усовершенствованной президентом, ну, часто оказываются бездари откровенные, не просчитывающие своих действий, последствий, желающие подлезать, ну, полоскать филия начальству, и которым на самом деле плевать и на родину, и на исход войны в Сирии, и на что-то такое. И так был загублен адмирал Кузнецов, который вот именно сейчас, вот именно сейчас, не тогда для бравадной показухи, когда они еще Су-33 морского базирования потопили, не буду выражаться, и вот сейчас он бы там был на месте, понимаете? Он бы сразу закрывал колпаком значительную территорию. Вот, ну, это меч-колоденец, но они сгубили меч-колоденец. В ВПК РФ мало что произвел. Несколько подводных лодок усовершенствованного класса варшавянки, дизель-электрических, которые гордо назвали «черная дыра», уж больно они тихие. Что еще? Вот эти ракеты, крылатые ракеты, не имеющие аналогов в мире, нет? Калибр НК? Ну, нет, аналог в мире есть. Томогавк. Да, Томогавк помедленнее, Томогавк менее мощный. Но аналоги, блин, полно аналогов в мире. Тут раскочегарились, сделали, не знаю, сколько сотен этих ракет. Америка способна дать залп в 6000 крылатых ракет Томогавк. Они есть, полагаю, и у Турции. Они есть, и у Турции, кстати, весьма серьезный арсенал. На самом деле, вот честно скажу, самым мудрым было бы, конечно, деэскалацию конфликта проводить максимально. Потому что, смотрите, что делает Раджеп Таип Эрдоган. Да, слушайте. Раджеп Таипович Эрдоган на фоне затишья, что типа вот-вот мы не враги, открыл широкий-широкий коридор для беженцев. Ну, при том, что Турция не может выносить вот такое количество. Там несколько миллионов человек скопилось в Турции. И действительно, для Турции это тяжело. Доносятся слухи, что в Турции беженцы чуть ли не магазин играми отворуют постоянно. Ну, понятно. И понятно, как они там живут, по пол лепешки в день и так далее. И выживать всем хочется. И добавлю очень-очень-очень важный факт. Среди беженцев сирийцев только часть. Там беженцы, беженцы отовсюду. Там десант собрался из Африки, из Афганистана, из Пакистана, из Ирака, разорённого маленькой победоносной войной, вторжением Джорджа Буша. Отовсюду там беженцы. Беженцы. Это десант, который идёт потоком в ослабленную, в сильно ослабленную демографически, культурно Европу. Европа, на самом деле, весьма слаба. И в вооружённом плане крайне слаба. Так вот, эти героические люфтвафты в Германии, сейчас там взлетит только процентов 18 всего лётного состава. Ну, и при этом Германия является одной из самых военизированных стран Европы. В принципе, достаточно смешно слышать рассказы о том, что грядёт нападение НАТО там. Ну, потому что Европа ни на кого нападать не стремится. Вот, прям вот уверен в этом однозначно. Есть там свои горячие головы, свои Владимира Вольфовича и так далее. Но никто из них даже рта не открывает по поводу агрессии. Никто даже рта не открывает. Вот. Это я говорю не для того, чтобы рассказать, какие они белые и пушистые, отнюдь. Бомбили. Белград бомбили. И это не забыть. И сделали это американцы. Ливию расфигачили. Сделала это Франция вместе с другими европейцами. И так они убили Муаммара Каддафи и открыли замок Африки. И теперь через Средиземное море нескончаемым потоком идут различные плавательные средства с чернокожими десантниками. Это армия вторжения. Я не шучу. Вторжение началось, и Европу, в принципе, ждёт плачевная судьба. Ну, на самом деле, из рассказов соотечественников, которые говорят, что ночью по Парижу ходить небезопасно, и Париж уже не французский город. Ничего смешного, это печально, так оно и есть. Это происходит. Что ж, друзья, напоследок очень важная деталь. Штришок к общей картине. Движение «Талибан», те самые студенты, ученики пророка в Афганистане, объявили о том, что они начинают войну снова. Вот так вот. О чём это говорит? Это говорит о том, что период такого спокойствия, он заканчивается в Афганистане. И в Афганистане, да, основные силы – это американцы, при этом там есть европейские войска, ну, союзники по НАТО. Вот, и, в общем-то, такие вот дела. И это тоже огромная часть давления, потому что активизация «Талибана» означает бегство людей. Число беженцев увеличится. Европу ждут чёрные времена. Я не шучу совершенно. Подписывайтесь на мой канал, дорогие друзья. Ставьте лайки, если вы согласны с моей точкой зрения. Пишите комментарии и поддерживайте мой труд по мере возможностей. Да, напоследок скажу, некоторые мне гадости там пишут. Кто-то меня сучиным даже обозвал. Нет, я не сучиным. Но это боты, понятно, выводят меня из равновесия. Вот, я поддаваться на это дело не буду. Да, напоследок, кстати, вот Борис Сахигир, прошу прощения, если я ошибаюсь, сказал, что, ну, у Дональда Трампа из-за имени тоже могут быть... По почерку президента США Дональда Трампа Хигир делает вывод, что тут психически очень нездоровый человек. Я бы очень хотел показать Борису Хигиру там образец почерка президента России Владимира Путина, чтобы он сказал о Владимире Владимировиче немало лестных слов, ну, уважительных, радостных. Вот, но только нету образцов почерка Владимира Владимировича нигде. Удивительно, как и то, что в туалет он ходит с шестью охранниками. В Париже на саммите недавно было. Вот так вот. Зачем? Только ли из опасений за безопасность? Или чтобы его биологические образцы никуда никому не просочились? Ну, не трындец ли, друзья? Трындец, трындец, трындец. Вот. А, в общем, заваривается каша серьезная, интересная. Турция не отступит. И Раджеп Таип Радаган не смилостивится даже несмотря на приглашение к 9 мая в Москву. Вот. Руководитель некогда фашистской... Страны-союзницы фашистской Германии во Второй мировой войне. Это очень уместное приглашение, в кавычках. Так же, как и то, что Турция непосредственно перед ее вторжением в Сирию Россия продала, я полагаю, в кредит. Ну, то есть подарила целых два дивизиона прекрасного комплекса ПВО С-400. Триумф. Вот так вот. Молодцы герои. Что ж, ну, если отбросить шутки, то я тут с профессором по поводу Трампа согласен, а в остальном не знаю. Но вот у нас пока руководят вот боевыми действиями вот такие вот деятели, которые прислушиваются к веселым консультациям, они, наверное, и астрологию изучают, и по звездам смотрят. А бомби туда, Юпитер там выглянул. Пока такие вот товарищи как бы руководят войной в Сирии, особо ничего хорошего ждать, боюсь, не приходится. Вот сейчас адмирал Кузнецов бы не помешал, но его нет. Он на долгом, бесконечном ремонте. Да и Черноморский флот, друзья, несмотря на всю показуху, он стареет. Потому что значительная часть кораблей, подавляющая большинство советской постройки. Ну, какие нам нафиг войны? Нам надо общество в порядок приводить людей, лечить образование, налаживать социальные сферы и заниматься. А вместо этого, как распил бюджета, вывод денег и бесконечные кровавые авантюры.